Как рисовать глаза? Привет, я Дарья Поздняк. Давайте начнём. Сначала я сделаю лёгкий наброс карандашом. Готово. Теперь я смочу лист с двух сторон. С обратной стороны я мочу лист полностью. У меня здесь подстелен пластик специально для того, чтобы можно было смочить кусок оргстекла. Хорошо промачиваю в обратную сторону, особенно по краям. И переворачиваю. Здесь я могу смочить края, чтобы они легли. Хорошо. Да, на бумаге бывает такое. Вот такой вот. Типа брак. Но ничего страшного. Это не помешает. Работать я буду одним цветом. Буду делать гризальку. Цвет перед работой желательно намочить. Замочить немножко. Если вы не из тюбиков работаете, а из кюветочек, как я, то лучше замочить. Так начнём. Также я буду использовать бумажные салфетки. Знаете, как вам пригодятся. Мне будет видно немножко толщинки верхнего века. Сразу же можно залить зрачок. Я оставляю обязательно блик. Могу очертить сразу радужку. В принципе, зрачок из-за неё я залила не очень тёмным, поэтому нужно всю радужку закрыть. Свет у меня будет слева вот отсюда, поэтому на вот эту часть над глазом, вот здесь слева, будет попадать тень. Помните, я говорила, что мы не ведём полностью линию, не обводим глаз. Глаз мы не обводим, линию не ведём, но мы кладём тон. То есть, что будет темнее, века или часть подбровья. В данном случае часть подбровья. А с этой стороны наоборот, так как свет отсюда, а глаз у нас шарик. Значит, тень будет падать вот здесь на века, на эту часть шарика. Вот так вот тень будет падать вот так на весь глаз. Соответственно, в этой половине будет темнее у нас века. А эта часть уже будет освещаться. Делаю мягкие переходы обязательно. А эта часть будет светлой. Здесь тоже можно было сделать мягкий переход. Вот здесь немножко смягчить край. Так, давайте теперь сделаем нижнее веко. На нижнем веке везде как бы будет немножко тень, потому что свет у нас слева и сверху. Слева и сверху. Соответственно, нижнее веко все немножечко в тени. И эта тень будет выделять вот эту толщинку века. Вот здесь по краю толщинки будет немножечко темнее. Я сейчас веко все смочу немножко, чтобы мягче тон ложился. Значит, вот сюда, к ресницам в касании будет потемнее. А вниз оно будет успокаиваться. Но вообще вот эта часть будет потемнее. Потому что глаз шарик, а тень падает вот так. Давайте пока у меня тут подсыхает, я вам нарисую. Значит, вот у нас глаз. Это шарик. Свет падает вот отсюда. Вот тут будет небольшой рефлекс. Самая насыщенная тень будет вот тут посерединке. А вот сюда внутрь, к бличку, здесь блик. Тон будет успокаиваться. И немножко уже грязная вода. Тяжело будет вам это передать. Вот так. Вот наш шарик. И по этому принципу мы будем вот эту часть глаза всю тонировать. Внутри белок тоже будет иметь некоторый тон, потому что он в глубине. Он под веками, на него падает тень. И тоже как на шарике. Самое светлое место будет вот здесь. А вот здесь по нему пойдет тень. И также по нему пойдет тень вот здесь сверху от верхнего века. Поэтому мы кладем тень от верхнего века. И кладем вот эту тень. А основные темные моменты мы еще будем утемнять чуть позже в следующем слое. Слезнячок. Тоже в тени немножечко, потому что он в глубине. Так, хорошо. Следующим слоем. Наверное, рановато. Потому что не высохло. Ну, аккуратненько можно. Я начну вот здесь с зрачка. Зрачок. Как я уже многократно рассказывала. Не рисуйте посередине, вот здесь посередине глаза. Будет неестественный взгляд. Если вы хотите естественный, приятный, мягкий взгляд, то край зрачка нужно присоединить к линии рост ресниц. Или к верхней толщинке. Это она же и есть. В верхней толщинке века. Можно усилить вот здесь тень. Так, радужку темняю немножко. Не сделала окружение. Обязательно всегда старайтесь делать окружение. Не рисовать к белой бумаге. Теперь можно сделать реснички. Если там не очень мокро. Чтобы ресницы не были в растопырку, во все стороны, я советую вам выбрать какое-то одно направление. Например, вот сюда и вот сюда. И по этому направлению класть ресницы. На первых этапах. Когда вы уже научитесь, тогда уже вы будете рисовать более реалистично. А для начинающих такой принцип самый простой. И в основании ресниц мы немножечко смягчаем вот эти вот щелочки к вот этой линии. К линии края века. Как бы их приклеиваем, чтобы они не отдельно были, а собирались в одну общую тень. Тогда это даст целостность. Это даст целостность, и они не будут смотреться такими вырезанными. Подчеркнем вот здесь обязательно. Отделим глазное яблоко. Смягчим вот сюда. Потому что вы помните, что у нас шарик. И тень на него тоже вот здесь уложится. Можно вот здесь немножечко подчеркнуть. Теперь я могу немножко смягчить вот эту линию, границу верхнего века. Тогда это делать было не нужно, потому что у нас бы все потекло. Потому что мы промочили заднюю сторону листа. Но сейчас это уже можно сделать. И немножечко смягчу вот здесь общинку века. Вот здесь задела. Задела, немножко потекала. Если нужно выбрать, я беру салфеточку, сворачиваю ее вот таким плотненьким. Плотненько я делаю такую штучку. И этим местом очень точечно, очень аккуратно выбираю. Как правило, если до конца не высохла, то можно выбрать очень аккуратно и отлично. Поправить свою ошибку. Так, и что? И еще разочек можно усилить зрачок. Зрачок и тень под верхним веком. Но я ее по всему глазу не понесу, не потяну. Только в этом месте. И немножечко ее успокою вот сюда. Вообще, обратите внимание, почти каждый мазок я немножко потом как бы смягчаю, успокаиваю. Вот здесь хочется еще тенюшку сделать. Я проверяю, высохла ли. Вот здесь, чтобы проявить немножко еще сильнее толщинку нижнего века. И, конечно же, на биок нужно смягчить. На этом я закончу. А с вами была Дарья Поздняк и до новых встреч!